здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок меня зовут константин шишко я мастер топиарной стрижки хочу поделиться одной из своих идей на мой взгляд на на мой взгляд она очень ну не плоха это как на участке спрятать свой огород который всегда немножко как бы картину ландшафта и всего портит поэтому как бы я его отделил туями рейнгольд на они правда тоже требуют стрижки но это не так часто и я здесь выращиваю базилик землянику уже лук и чеснок убрали ну и немножко зелени и отделил я это опять она немножко на склоне и сделал маленькие подпорные стеночки и и и и и и и Я намеренно не делаю идеальную такую стриженую форму. Самой этой изгороди. Она как бы у меня остается такой более естественной. Верхушки тоже я не делаю ровной линией, а такой немножечко волнистой. В данном случае использовалась туя Рейнгольд, что переводится рейнское золото. И она на самом деле посажена здесь специально, потому что на заднем плане мы видим изгородь из туи Брабант. Она зеленого цвета. И если бы у нас был один зеленый цвет и на переднем плане, то это было бы одной общей массой такой. Поэтому я специально высадил тую Рейнгольд. Особой агротехники, особого ухода не надо. Стрижка. Понятно, когда молодые растения, то надо поудалять сорняки для того, чтобы им дать шанс, чтобы она быстрее пошла в рост. Единственный такой может вас испугать момент. Рано весной некоторые ветки могут становиться коричневого цвета. Но это нормально и это не страшно. Я надеюсь, что этот прием, вот так задекорировать свой огород, вам понадобится. Желаю успехов, всего хорошего, до свидания. А вот еще посмотрите, какой элемент у меня. В моем саду элемент ландшафтного дизайна. Я формирую из сосны черной бонсай. Но попутно в этой емкости у меня еще произрастают тоже стриженные формы. Вот это сам посеялся маленький-маленький Брабант, который я формирую тоже маленьким деревцем. Взятые можжевельники, которые довольно миниатюрные. И из них я тоже формирую бонсай. Это сосна. Сосна взята черная. В одном из питомников мне понравилась сосна, которая была, ствол был искривлен. И вот эту идею как бы я и поддержал вот этой кривой сосны. Здесь как будто скала какая-то. Сейчас не хватает немножко воды, там еще водоем есть. Да, водоем есть. И вот это все постоянно стрижется. Как только что-то нарастает, значит мы подстригаем. Единственный тоже момент такой интересный, что летом надо поливать. Сосна и вот эти все можжевельники в этой конструкции, они зимуют. Их не надо снимать и ставить на землю. Они спокойно перезимовывают. А когда идет прирост у сосны, то там есть такая технология, где вот эти приросты, они не подрезаются, а они просто на нужной высоте выщипываются. Ну, это уже время прошло, поэтому на это, конечно, тоже уйдут годы. Данная сосна и вот эта данная конструкция, все уже где-то возраст ей, наверное, лет пять. Ну, понятно, что пройдет еще время, она будет становиться более наполненной, вот эти элементы. Они будут, тоже растения будут подстригаться, все будет изменяться. Это такой процесс постоянный. Они растут деревянной конструкцией, которая для того, чтобы она стояла устойчиво, сделано бетонное основание, сделаны бетонные столбики и она закреплена на ней. Вот уже, ну, вот пять лет, как бы, я думаю, что она, эта деревянная конструкция, прослужит еще долго, потому что каждый год я ее пропитываю антисептиком. Всем хвойникам, всем хвойникам не обязательно очень плодородная почва, они живут на бедных почвах, но, конечно, этот самый объем почвы ограничен, поэтому какие-то минимальные подкормки все-таки я рекомендовал бы делать. Субтитры создавал DimaTorzok